Всем привет-привет, меня зовут Женя Гейн и сегодня я снимаю очень классное видео с девчонками, с моими подружками, с любимыми видеоблогерами Мисс Энн Эш Анечка переехала сейчас в Россию, раньше она жила в Новой Зеландии, когда мы были в Москве на видео People вместе в прошлом году Мы жили в одном номере и я снимала даже про это видео Именно в тот момент мы подружились Аня очень крутой блогер, снимает обалденные видео, снимает крутые лайфхаки, прически Анечка тоже решила снять для вас видео весеннее обострение и рассказать и показать, как избавиться от депрессии Конечно же, я безусловно рада, что в этом видео приняла участие Елена 864 Еще один мой любимый видеоблогер, я ее люблю, вот честно люблю И мы с ней сблизились тоже в тот самый период, когда жили все вместе в одной гостинице Каждую свободную минуту времени мы все встречались и тусили Леночка красивая, талантливая, замечательный бьюти-блогер Мы все вместе, все вместе снимаем для вас такую крутую коллаборацию весеннее обострение Почему именно весеннее обострение? У многих людей появляется депрессия Ну вот такой период, сезончик такой У маньяков вспышки, у шизофреников вспышки И у депрессивных людей аналогично вспышки Собственно, кем я и являюсь Я не знаю, о чем сняли видео девчонки Но я думаю, их видео будут не менее полезны и интересны И давайте приступим уже наконец Я долго думала, хотела придумать что-то оригинальное, чтобы помочь вам справиться с весенней хандрой И выделила таких, знаете, пять интересных пунктиков для вас На самом деле, если так разобраться, то депрессия это очень классная штука Так как она не дает нам скучать Ну представьте, если бы у вас всю жизнь не было депрессии Или вы были бы каждый день счастливы 12 месяцев в году, 24 часа в сутки Мне кажется, было бы очень скучно жить По крайней мере, было бы странно как-то, да? Эти советы я выписала для самой себя Такие пять пунктов, которые я сейчас стараюсь придерживаться и выполнять Первый пункт Это скакалка Я вообще про нее забыла Я думаю, что каждый из вас, кто смотрит сейчас это видео Хоть когда-то скакал на скакалке Казалось бы, такая детская забава, про которую все забыли Но она настолько крутая и эффективная вещь, что просто нет слов Скакалка не дает мне скучать Благодаря скакалке я чувствую прилив энергии Мое тело подтягивается Я становлюсь немного выносливее И, конечно же, я остаюсь в тонусе И это очень-очень круто Вся дурь с вас выходит во время того, как вы прыгаете Вся депрессия тоже У скакалки миллион преимуществ Во-первых, вам не нужно специально ехать в спортзал, да? Чтобы позаниматься У вас скакалка всегда под рукой Вы можете возить ее даже в машине И когда вам нужно попрыгать, остановиться где-нибудь Либо вы можете брать ее с собой на работу Опять же, выходить на улицу во время обеденного перерыва И прыгать на скакалке Еще момент Вы можете прыгать на скакалке дома Она стоит совсем недорого Но от нее очень много положительных результатов В принципе, 15-20 минут в день Вот так хватает Расходуются калории И вы в тонусе и на позитиве весь день Второй пункт Это мелочи, от которых у вас появляется настроение Они могут быть какими угодно Но это должно быть что-то яркое, прикольное и запоминающееся Например, футболка Да, вот, которая сейчас на мне Казалось бы, обыкновенная тельняшка Но вот, томата Может быть, все что угодно Но эта футболка реально подняла мне настроение Когда я увидела То есть, шоппинг Соответственно, шоппинг поднимает настроение Особенно, если есть какие-нибудь скидки Следующий момент, который поднял мне настроение Это трусики Кельвин Кляйен Они были со скидкой Меня это очень обрадовало У меня никогда не было трусиков от Кельвин Кляйен И, можно сказать, я всегда об этом мечтала И когда я увидела, что три штуки стоят, в принципе, недорого Здесь вот такой набор В каждом наборе по три штучки Эти разноцветные Это стринги бикини А эти черно-бело-серые классические Еще одни мелочи, которые, вау, как капец подняли мне настроение Это сейчас модно Это 90-е И это очень круто Потому что это значки Ким Кардашьян и Кани Уэста И как раз я их сейчас прикреплю на джинсовую жилетку Такие значки сейчас в моде Поднимают настроение, опять же, и вам, и окружающим Та-дам! Очень круто, очень Третий пункт Это еда Без еды мы не можем жить И я хочу посоветовать готовить еду самим Особенно десерт Это моя слабость Я очень люблю сладко И сейчас такой период в моей жизни, что я его очень много употребляю Я стараюсь готовить мучное без добавления дрожжей Знаете, даже есть такие формочки для мороженого Вы можете делать мороженое сами дома Заливать туда разные фрукты Заливать туда смузи Что-нибудь еще Замораживается Получается крутое очень мороженое Которое поднимает вам настроение Вкусное, полезное и вообще суперское Вау, вау, вау Четвертый пункт Займитесь чем-то новым Вот, например, я недавно начала снова учить английский язык Я его никак не могу выучить Я уже и в Лондон съездила на курсы И в университете я в Инвязи училась Учила английский Все свое детство я ходила на курсы английского языка И почему-то я не могу его выучить И я взяла снова себя в руки И снова его учу Для этого у меня есть очень классное приложение в телефоне Я вот могу вам сказать, кому интересно Дуолинго Программа очень удобная, интересная И слова вы проговариваете в произношении, грамматику И составляете слова Очень интересная программа Сидите, кушаете, например Завтракаете, или обедаете, или ужинаете И занимайтесь в этой программе И я думаю, можно начать с пяти минут Потом увеличить немного время Заниматься 10-15 минут в день этой программой И это вот достаточно для того, чтобы как-то начать учить язык Или вспоминать этот язык Очень интересно и круто И последний пятый пункт для девочек, наверное, скорее всего Может быть и для мальчиков Ухаживайте за собой Я знаю, что сейчас многие думают Удивило Я и так ухаживала за собой Что еще тут можно сказать? Знаете, дело в том, что Даже у меня бывают такие периоды в жизни Что я за собой не ухаживаю То есть я хожу Особенно зимой, когда ноги не оголяете Они у вас постоянно либо в носках, в колготках Либо в штанах И вы не хотите делать депиляцию Эпиляцию, маникюр, педикюр И вы так ходите всю зиму и нормально Кто-то ходит с грязной головой дома Кто-то ходит без макияжа Типа моя кожа отдыхает Там ля-ля-ля Кто-то не ходит к косметологу Потому что думает, что А зачем? Они там что попало мне сейчас будут вкалывать Или делать Да я сама могу себе маску дома сделать Помазаться клубничкой Или все лицо обклеить огурцами И я и так буду красивой Ничего подобного Вот я на своем опыте сейчас убедилась Что вот ничего подобного Раньше я тоже так считала Что косметологам не нужно ходить А сейчас я так не считаю Я считаю, что девушка должна ходить к косметологу Если вы уже замечаете какие-то в себе проблемки И я советую начать замечать проблемки Бывает такое, что девушка смотрит на себя в зеркало И ей кажется, что все нормально Ей никто ничего не говорит Окружающий И девушка ходит и смотрит на себя Там у нее лоб весь в морщинах Нет таких жутких Ей 25 Но она считает, что она слишком молодая для диспорта Или для ботекса И окружающие ей ничего не говорят Потому что ей же 25 Бывает такое, да, вот смотришь на себя в зеркало И не видишь проблему Которую тебе на лице И это не значит, что вы уверены в себе Что вы там считаете себя красивой Что вы такая классная, да Вот вы уверенная в себе женщина Я считаю, что неправильно так думать Я за то, чтобы красивая, уверенная женщина Все равно за собой ухаживала И выглядела красиво Избавлялась от каких-то видимых проблем Там морщин или что-то там у вас с губами Или что-то там у вас на лице не так От чего вы хотите избавиться Или от второго подбородка Или от морщин Или от вот этих полосок на шее Может быть у вас руки все уже в морщинках И вам нужно задуматься о том, чтобы делать себе маски И обкалываться биоревитализацией Ходить на маникюр Может вам все-таки стоит делать гель на ногтях Или стоит наращивать ногти Может быть вам все-таки стоит покраситься Или делать макияж каждый день хотя бы И знаете, я еще заметила такой пункт Если заставить себя и выглядеть каждый день хорошо То есть чисто головой С легким макияжем Ваш день будет совсем другим Не таким, как обычно И я заметила по себе, что если я утром просыпаюсь И ничего с собой не делаю Хожу с неухоженными волосами Из макияжа Не одетая Я почему-то в этот день больше ем Меньше двигаюсь И у меня почему-то нет настроения Это может затягиваться от одного дня до недели Сама я не понимаю, почему я больше ем И даже не замечаю А все дело в том, что вы неухоженная И вы самой себе не нравитесь Где-то подсознательно Хотя вы сами себе не признаетесь в этом Вы красотка всегда Утро, обед и вечер И от этого вам плохо Ваш организм или ваш мозг Он все равно понимает, что с вами что-то происходит И вы себе не нравитесь И в общем все не так Поэтому я советую девчонки Вот утром проснулись Независимо от того Ходите вы на работу Не ходите вы на работу Домохозяйка вы Школьница Пожилая женщина Всегда выглядите хорошо и ухоженной Даже если вы сидите дома Никуда не ходите Даже если вы с ребенком Даже если вы никуда не ходите Очень приятно сделать макияж Причесочку Быть красивой целый день Вы можете делать селфи Это очень круто Вы себя красиво можете фотографировать А потом, когда у вас будет Опять такой период Что вы не накрашенная Неухоженная И кушаете очень много И что попало творите Вы достаете свой телефон Посматриваете фото И видите, что Блин, вот Да Неделю назад я Была такой красивой Вот с макияжем И с прической А сейчас что-то я такая страшная Нужно пойти сделать макияж Прическу себе Соответственно Вы когда себе сделаете Макияж, прическу Вы уже хотите даже выйти Прогуляться немного На улицу Вы уже хорошо выглядите Все Вам классно Вы можете даже Не отказываться С друзьями Вечером куда-то пойти Потому что вы уже собраны И готовы И хорошо выглядеть И хочу девчонки Пожелать вам Чтобы вы не забывали Оставаться женщинами В любой ситуации Чтобы вы всегда Выглядели хорошо Чтобы вы всегда Стремились к чему-то лучшему К новому К интересному Чтобы вы Не забывали про себя Чтобы вы любили себя Ценили себя Баловали себя Чтобы вы перестали Наконец покупать Своим мужьям и детям вещи А себя обделять Подумать Нет Ему же нужны штанишки Нет Ему же нужны трусики Нет Ему же нужны носочки А я так похожу В своем спортивном Засаленном костюме Второй год Перестаньте так делать Перестаньте Хоть раз можете пойти В магазин Купить только себе вещи Только себе И никому больше Ни детям Ни мужу Либо Если вы давно не были В кинотеатре Ваш муж вас не водит В кинотеатр Или ваш парень Вас не водит В кинотеатр Или у вас нет парня Или у вас нет друзей Почему вы не можете Пойти сами В кинотеатр Почему Почему вы должны Обязательно ходить Парой в кинотеатр Я хочу пойти в кино Но мне не с кем Оставить ребенка Ну оставьте ребенка С мужем Или с бабушкой И пойдите в кино Одна Вы хотите пойти В ресторан Но вас не водит Ваш муж Не водит Или ваш парень Уже давно Не водил вас В ресторан А вы очень хотите Суши Вот прям Хотите суши Очень сильно Или пиццу Вот так хотите Пиццу Что вы не можете Или какой-нибудь Супер сливочный Вкусный суп Который вы ели Когда-то В молодости В том-то кафе И сейчас вы тоже Очень сильно Куда хотите Идите Сами В кафе Оставьте ребенка С папой дома И пойдите В ресторан И сами поешьте И это абсолютно нормально Вы можете Не брать с собой Ребенка И папу И никто не подумает Что вы плохая мать Девчонки Полюбите себя Любите себя Делайте себе приятно Это не нужно делать Каждый день Быть такой эгоисткой От начала и до конца Но это можно делать Редко Можно делать Раз в месяц Раз в неделю Как вам угодно Как вам хочется И перестаньте Грызть себя за это Перестаньте Терзать себя Это нормально Это нормально Все Всем спасибо за просмотр Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok